Народ, людишки, себя развлекают. Вот они себя развлекают. Но они устроили спектакль сейчас, да. Зная, ты принципиально не пойдешь. Конечно. Не то, что ты не можешь, а просто ты, ну не пойдешь ты под их дудку плясать. Нет, конечно, этого не будет. Я изначально сказал, нет. Пускай дальше ломают комедию, спектакль, трагедию. То есть я в этом не собираюсь участвовать. Я хочу заниматься здесь своими отношениями, уделять тебе больше времени. Если им нечего делать, они хотят себя забавить, пускай дальше забавляют себя. Здравствуйте. Какие гости на острове любви? Ничего себе. Вы ждали меня? Да это же сам господин Козлов. Да. Я помню, какие-то скептические высказывания. Я очень рад, что вы приехали. Здравствуйте. Я не скептический, а очень даже позже. Да, парни ко мне скептически относятся. Девушка лучше. Астина? Очень приятно. Где еще одна пара? К сожалению или к счастью, у нас есть пара, Дима и Оля. Вы знаете их, да? Да. Вот к нам уже три дня приезжают гости, помимо вас. Но они почему-то не выходят из домика. Они замкнутые люди. Нет, они, Дима просто пришел и сказал, короче, вы отбросы общества, а я хозяин острова. Ничего, что я не умею плавать. Никогда не ловил рыбу, не держал в руках мачете, не лазил на пальму. Ну, я хозяин острова, я плюю своей бабе в морду, и я хозяин. И он не считает нужным встречать гостей, здороваться с ними. Это как птица. Есть птица-орел, гордая птица, которая летает высоко, и она высоко на все смотрит немножко. А есть баробушки, которые прыгают внизу. Вот они мелкую пищу подбирают. А я большую добычу беру. Мне то, что они предлагают мне, мне это неинтересно. У меня другие цели немножко. Это изначально, когда мы с тобой приехали сюда, они начали расспрашивать про наши цели. Потому что действительно мы хотим, чтобы мама прилетела сюда, чтобы она увидела чистоту и порядок здесь. У нас также есть цель полететь в отпуск, потом в дальнейшем также свадьба. Мы в этом думаем, мы об этом говорим, мы не боимся об этом говорить. А ваши цели где? То, что вы устали на острове, то, что вам нечего делать, и вы пытаетесь нас принизить и позабавить? Нет. Меня вот то, что вы все говорите, меня это не кусает. Возможно, это повлияло я ему, там самооценку поднимал, когда на полену заезжал к ним. Мы с ним поговорили, как правильно с Сорей общаться ему рассказывал. А вот после этого, наверное, он наплевал на нее. Так, видимо, он не Сорей так решил общаться с нами. С вами? Хотя, ну, может быть, советую ему. Потому что я видел, как его унижали, стебались над ним все время. Видите, может, его задело. Сейчас все то же самое происходит. Сейчас то же самое, мы повесили ему. Он повесил на себя табличку «Хозяин острова». Я там буду жить. Могут спутать люди. Вы понимаете, повесил табличку на себя, что я хозяин, но это мы решили, что... А почему верблюд-то, я не знаю. Он плюет волю, в лицо ей плюет. Это метафора? Да. Нет, метафора значит, что не на самом деле он плюнул. На самом деле плюнул. Он реально плюнул, за что он верблюд. Со всей силы. В прямом смысле было. Как будто стрелял из пушки. Первый раз подошел, плюнул. Второй раз подошел, плюнул. Третий раз подошел, плюнул. Потом на лобном стали обсуждать эту тему, он на лобном стал и еще раз плюнул. Прям при всех. А она что, как это я герла? Она плакала и вытиралась. А вчера она сказала, что если мой мужчина плюет меня, значит это нормально. Это мелкие люди, которые пытаются меня чем-то зацепить, вывести меня на эмоции. Нет, не получится. Я просто почему говорю, почему я так реагирую на это сейчас все не колко, остро, как раньше, а очень спокойно. Потому что я с психологом, который должен прилететь к нам сюда на остров. Я очень долго с ним разговаривал в городских квартирах, мы за кулисами говорили. И он мне очень много дал определенных каких-то советов. И я этим советом следую сейчас каким-то. Для меня даже эти советы очень действуют, сейчас они мне помогают. Просто их это не красит. Нет, но ты тоже не сиди и не молчи. Я встала за тебя и говорю, что... Нет, я тебе сказал, что смотри, я изначально сказал, что я сел с тобой, и ты у меня жемчужина этого острова. То есть я хозяин этого острова, мы сели с тобой. Кушаем спокойно, никого не трогаем. Это как Юрий Цезарь со своей второй половинкой. Они ели, и в Колизее, когда шли какие-то бои, он наблюдателем был. Он смотрел за битвами титанов. Его через титаны показывали, а он только рукой махал там. Понимаешь? И здесь я позабавил себя. Ну, поиграли в конкурсе, молодцы. А я дальше с отличным настроением ушел. Понимаешь? К себе в дом, то есть. И здесь лежу с тобой, отдыхаю, то есть. Ты предал свою жену, ты предал своих девушек. Режиссёрiks.